Новосибирские ученые нашли способ усилить действие препаратов для борьбы с опухолями легких и прямой кишки. Их метод уже помогает уменьшить количество раковых клеток и сократить метастазы. Сейчас разработку тестируют на лабораторных мышах. Почему перейти к дальнейшим испытаниям пока невозможно и когда препарат будет готов, узнала Анна Братушкина. Онкозаболевания часто лечат препаратами, которые убивают опухоль изнутри и разрушают ее ДНК. Однако, если система восстановления ДНК работает хорошо, то раковые клетки не погибают. Новосибирские ученые нашли в злокачественных образованиях прямой кишки и легких специальные ферменты. Если на них воздействовать лекарством с особым ингибитором, то есть веществом, которое замедлит восстановление, то опухоли метастазы становятся меньше. Наши препараты основаны на природном сырье, которое относительно недорого синтезировать. То есть они будут иметь не очень высокую стоимость, и мы надеемся, что они будут иметь широкое применение, усиливать имеющуюся терапию. Ученые уже перешли к тестам на животных. Мыши без лечения умирают за две недели, а после терапии живут гораздо дольше. Сейчас ученым нужна помощь фармкомпаний, которые в будущем, если все пройдет успешно, смогут делать препарат. Необходима поддержка и от государства. Как вы видите, на примере вакцины против ковида, когда действительно вкладывается усилие, вкладывается нужное финансирование, то, конечно, процесс можно серьезно, узко ускорить. Мне бы хотелось, чтобы на примере пандемии ковида такое же отношение было к внедрению новейших разработок и продвижению онкопрепаратов в стране. Ученые ищут и другие ферменты, на которые тоже можно воздействовать ингибиторами. У нас пока мало каких-то хороших кандидатов именно для нашей мишени. Но сейчас у нас идут эксперименты на клетках, начинаются эксперименты на клетках. Ну а после, я не знаю, если получится, то будем смотреть на мыша. Препарат пока что разработка. И даже при самых удачных испытаниях и помощи фармкомпаний, готовое, эффективное и безопасное лекарство появится только через несколько лет. Анна Братушкина и Сергей Хлопов, Новосибирские новости. Спасибо, что смотрите канал Новосибирские новости. Мы рады предложить вам интересное и полезное видео. Если хотите оперативно получать информацию о жизни города, подписывайтесь на наш канал. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить последние новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова